Отгуляли мы праздники. Закончился старый год 2021. Он был не такой уж и ужасный, как ожидалось в начале. Ну а сейчас я хочу перспективы того, что ждет нас в 2022 году. И как это часто бывает, финансисты, как правило, предполагают три варианта событий. Самый негативный, самый оптимистический, который менее вероятный и наиболее вероятный. Это средний какой-то между ними вариант. И сейчас я хочу начать именно с негативного варианта. Ну раз он негативный, он будет сниматься в лесу где-то, так сказать, черти где. Вот, ну он такой негативный. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну вот, сейчас мрачный прогноз по этому такой обстановочке. Итак, смотрите, с чего начался этот год. Этот год начался с серьезных волнений в Казахстане, которые были вызваны повышением цен буквально в два раза на природный газ, на бытовой газ, на газ для автомобилей. И это привело к массовым протестам, которые вылились, в общем-то сказать, действующая власть воспользовалась этим. И президент Такаев, в общем-то сказать, закончил у них двоевластие. Между Дагаевым и Назарбаевым были введены войска ОДКБ. И, в общем, Дагаев утвердил свой власть, сместив ключевые, с ключевых постов, ну, назарбаевских каких-то ставленников. И что я могу сказать, что волнения были вызваны инфляцией, а инфляция носит сейчас глобальный характер. Поэтому она будет бабахать в разных совершенно местах, совершенно неожиданных в этом году. Ну, к бабке не ходить, цены повышаются всюду. При этом я не исключаю, что даже в Америке будут волнения какие-нибудь, где-нибудь в Европе, во Франции тем более. Вот, то есть ожидать можно всего чего угодно. Что касается нас, ну, мы знаем, что президент Путин вдруг озаботился тем, что нас не уважают. И, как говорится, Евгений Онегин, мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. То есть, как бы он развел бучу на украинской границе, непрерывно идут учения, наращиваются войска, перебрасываются туда дополнительные войска. И говорит, если вы тут, ну, буквально не распустите НАТО, то, в общем, мы не знаем, что сделаем. Короче говоря, вот так вот. И идет к тому все, что они сами не знают, что сделают. И провели 10-го числа переговоры в США, встретились, ну, обменялись мнениями. И после этого, какого там, 13-го, по-моему, числа, были заявления, ну, в частности, руководителя нашей делегации Рябкова, о том, что, типа, ну вот, раз нас обижают, значит, мы тут всех. Так, я заблудился. Вот так вот и будет, на самом деле. Вот она, тропинка. Вот. И он заявил, что все козлы, мы с ними не видим больше необходимости встречаться, пока они нам не выполнят все наши условия, наши ультиматумы. Ну, американцы сказали, что распускать НАТО они не собираются. Вот. И все более чем странно. И, короче говоря, все это вызвало резкое падение рынка. Он со 164, насколько я помню, тысяч индекс РТС упал до 100, буквально там что-то, 146, что ли, был. Вот. И я думаю, что это только начало. Будут очень резкие колебания на рынке. И, ну, поговаривают, что может начаться война, потому что там сосредоточена огромная группировка. И я думаю, что у многих людей в нашем руководстве есть такая мысль, что, ну, смотрите, после того, как мы оттяпали Крым у Украины, популярность Путина резко выросла, значит, там его авторитет резко вырос. И, собственно говоря, есть желание это дело повторить. Вот. То есть провести маленькую победоносную войну. Ну, вот, ну, танки там, типа, ориентировочно дойдут до Киева достаточно быстро. Ну, по количеству всяких танковых вооружений, ну, у нас явное превосходство. И, в общем, сказать, есть ожидание, что украинцы просто замучились от властей, как заблудшие дети. И, в общем, там надо навести порядок и вернуть их в лоно братских республик наших друзей. Ну, поэтому сместить ту власть, провести очень самые демократичные в мире выборы, в результате которых победит Медведчук, который, мы знаем, кум Путина. И, соответственно, мир, дружба, жвачка. Для украинцев газ будет самый лучший. У Путина резко вырастет рейтинг. И самое ужасное, что все это имеет под собой основания, потому что в России в последнее время накоплены гигантские деньги. И у нас в смысле бюджета, ну, одно из самых лучших положений, я всегда говорил, в мире. То есть накоплено хреново тучи денег, золото-валютные резервы зашкаливают. И поэтому, ну, почему бы не провести маленькую победоносную войну. Ну, и понятно, что это приведет к полному разрыву отношений со всем миром, но, типа, мы надеемся, что мы со всем справимся, денег у нас хватит, и раздадим деньги людям, присоединим Украину. Братские республики Россия, Белоруссия, Украина сольются в едином экстазе, и все будет хорошо. К чему это приведет, на мой взгляд? На мой взгляд, это приведет к резкому, ну, обвалу, естественно, рубля и всех индексов. Этим надо пользоваться, это надо учитывать. И здесь надо, ну, я, по крайней мере, продал опционы колл со страйком 170 на мартовские, с экспирацией 17 марта. И я думаю, что там все будет нормально, что они мне принесут прибыль. Я об этом говорил в последнем видео. И, то есть, на этом можно заработать, конечно же. Ну, на самом деле, это не радует перспективу войны, она вряд ли кого радует, потому что в этом случае полный разрыв дипломатических отношений там. Ну, и что будет? Ну, в общем, полный разрыв торговых отношений также. Поставки сотовых телефонов отключатся, значит, отключатся социальные сети. Как я уже сказал, рубль упадет, то есть, соответственно, будет где-то 80-90, может быть, 100, там, 120 рублей за доллар, почему нет? Потому что мы-то традиционно, конечно, будем держать рубль, но как-то в меру. Вот. И это приведет к тому, что жизненный уровень людей простых, ну, очень резко упадет в России. И это приведет к резкому, в общем-то, обнищанию людей. И это приведет к сильнейшим социальным волнениям. И, в общем, сказать, все режимы и Путина, и Лукашенко, и новый режим в Украине, Медведчука прежде всего, он грохнется. Но при этом, значит, во-первых, я не думаю, что война с Украиной будет такой легкой, там будет массовое количество жертв. Я лично не хочу этого и не собираюсь посылать туда своего сына, которому как раз 19 лет сейчас. В общем, никак мне это не светит, во-первых. А, во-вторых, все это закончится страшной войной гражданской уже внутри России. Ну, это уже не сразу, а через год где-то. Потому что, ну, люди сначала будут терпеть какое-то время, но потом уже, когда уже край наступит, это никакие ФСБшники, никакие силовики ничего не удержат. Вот, и, в общем-то, все это приведет к кровавой бойне, месиву, и это будет полный-полный кошмар. Что здесь делать? Ну, в коротком, как бы, периоде надо наблюдать и покупать путы, грубо говоря, вот, на индекс РТС. Вот, ну, и кто окажется на высоте, ну, как всегда, тот, у кого деньги есть, потому что, когда все наладится, все-таки, тот, у кого есть деньги, сильно увеличит свои капиталы. Вот, ну, если останется в живых, собственно говоря. Поэтому, вот такие безрадостные перспективы, безрадостный прогноз. Я оцениваю его вероятность как невысокую. Я надеюсь, что ничего из этого не будет. И в следующем видео я расскажу оптимистичный прогноз на следующий год, на ближайший год. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас лайк, подписка и ваши комментарии.